приветствую всех последних видео я рассказывал о ламповой технике ламповых усилителях преимущественно это были модели китайской компании кин и каин и в общем то я могу сказать что вся эта продукция она произвела на меня большое впечатление потому что она позволяет слушать музыку слушать эмоции переживать музыкальные события и это ламповая подача она впечатляет своей грандиозностью масштабность действительно низкими частотами действительно живыми инструментами так далее но безусловно в то же время я получил большое количество комментариев где мне на пальцах объясняли что характеристики у лампового усилителя значительно хуже и звучать он хорошо не может а вот современная аудиотехника она обладает высочайшими характеристиками и в общем то я не удивлен потому что именно для таких людей и делают вот эти самые бестолковые без звука как бы бездушные усилители которые обладают какими-то фантастическими параметрами но там вообще нету звука там скрипка на скрипку не похоже а контрабас на контрабас не похож и так далее и когда бьют себя в грудь объясняя что там же к ней ниже значит это лучше мне кажется ребята в принципе никому ничего доказывать не нужно это глупое занятие но достаточно просто послушать ламповый свидетель что вам стало все понятно и вывод вот эти всякие понятия кни там пять тысячных пять десяти тысячных пять миллиона тысячных просто куда-то в дальний шкаф задвинули потому что есть живой звук и есть цифры ну и в общем то и все если вы действительно хотите ощутить настоящий звук настоящий живой вокал настоящую гитара настоящая скрипка контрабас настоящие духовые как оркестр там играет хотите услышать барабаны великолепные там когда вы чувствуете натяжение вот этой самой мембраны и и дребезка так далее ну это только вот ламповые селители и тут вообще не имеет смысл никаких характеристик сравнивать достаточно просто включить и понять что мертвое не может быть живым а живое оно живое ну в данном случае я конечно говорю с точки зрения живое именно про лампу вам подает живой звук слово теплый я не понимаю что это означает теплый и теплый там некоторые горит он горячий вот в моей квартире как бы он не грелся у меня тут все равно не горячо получается то что он там в ком-то месте горячий горячий что меня были транзисторные усилители которые примерно такой же были тепла теплоотводы тепловыделения в общем то ничего такого был этот даже sony 555 был просто печка огонь какой-то был еще какие-то аппараты были рукой не дотронешься абсолютно здесь ну если лампы не трогать то в принципе обычный аппарат ну и опять же сейчас тоже лето как бы ничего такого вот ну может быть если бы комната была какая-то там малюсенькая малюсенькая такая не знаю опять же по чувствительности понять что здесь мощности не какие-то велики но что касается мощности у меня есть и кином c100 битом 60 по моему ватт заявлено на канал вообще-то у транзисторного маранца 6004 7004 меньше мощность ему этого лампового что касается громкости но я его слушал на 9 часов на 10 часов среднем по громкости причем это было громко опять же понятие громкости она конечно же происходит от чувствительность акустических систем но у меня не сказать что как быть не громкие но и не прям вот как рекомендует клампе клампе же рекомендую 95 98 108 ну говорят но если уж 93 то это прям вообще как плохо ну 98 среднем до рекомендует вот у меня 91 на ямахе на с 1000 x 91 и громкость на 9 я слушаю то есть по сути мне она пуш пули больше бы не было что касается однотакта не знаю вот у меня есть однотакт на 300 билла на лампах который считается в общем-то одним из таких вот лучших игры лучшие потому что их довольно много но одним из тех лучших которые самые мощные вот они выдают там грубо говоря 8 ватт ну а схемы от 7 с половиной где-то 8 и 6 указать и так далее ну чем 78 ватт они выдают здесь уже конечно же вот эта чувствительность начинает играть роль если она неинтересна на 20 ваттах потому что ну 20 вату это громко достаточно то на 7 ваттах уже конечно же кому-то может быть захочется и погромче и поэтому ему будет вот желательно акустика более высокой чувствительности этот аппарат я почему про него не рассказывает однотакт это неким мс 300 си я его еще не слушал как видите у меня здесь небольшая такая перестановка происходит произошла потому что я меняю телевизор и вместо прежнего я пока новый телевизор еще не повесил и соответственно здесь я все убрал все отключил и пока не могу ничего послушать ничего подключить вот и телевизор у меня тоже стоит на полу рядом со мной просто физически я его не могу с такой диагональю один повесить просто его поломаю вот поэтому мне нужен кто-то кто мне поможет ну и соответственно я жду вариации среди знакомых когда освободятся чтобы в общем-то его прикрепить на стеночку на эту ну и конечно поменяется конфигурация звуковая поэтому возможно буду усилять звукопоглощающими панелями противоположную стеночку ну посмотрим в общем то надо слушать все но тем не менее вот пока в ожидании послушать этот аппарат по реке нам понравилось вообще все что слышала слышал я екина mc84l екина mc100b и вот я думаю в ближайшее время если здесь все исправно все хорошо я пока не включал я послушаю екина mc300c в общем то сейчас на вместо этой модели 500 c идет у нее добавлено какие-то такие минимальные изменения больше в большем случае по подстройке режима ламп но также мне рассказывали что ты рассказываешь про лампы но не говоришь что лампы это не просто купила это надо квартет покупать но во первых на том же али продается уже квартет это первый момент если уж так подходить и нет нужды сидеть и подбирать самому второй момент безусловно если я еще 10 лет назад поел лампа усилитель как вы думаете знал ли я о том что надо подбирать лампа но это в принципе в любой книге в 50-60-х годов это все рассказано описано просто почитайте литературу ну что касается внешнего вида конечно такой брутальный весом якобы по 30 килограмм но ребята это не так они не по 30 килограмм потому что вот 30 килограмм у меня вот внизу лежит динон по масса 1 я его ель поднимаю вот эти вот вещи их поднимаю много знаете ну килограмм 23 25 на самом деле когда вот смотришь там брута нет и так далее я думаю что вот эти вот указание что эти аппараты по 30 килограмм в основном они от того что когда он весь там собран с вот этой вот металлической решеткой который лампу закрывает она у меня тоже есть или открутил из-за этого а так в целом ну нету 30 килограмм вот это наверно 25 а и кинэмси 100 б наверное мне кажется может 23 килограмма может 24 килограмма ну что-то вот такое но не 30 30 это очень тяжело и кажется что вроде там 4 килограмма но нет в целом да все равно тяжелый аппарат здесь вот видно общая крышка ясно что тут не один трансформатор спрятан тут наверно два трансформатора вот тут два трансформатора и так далее ну довольно симпатично но тот же и кинэмси 100 би мне нравится визуально больше но важно не то как это выглядит хотя это вы важно в том плане что это доставляет эстетическое удовольствие а еще вы важно то почему это стал слушать потому что это ну просто это звучит сильно лучше чем все в принципе что я слушал вот на транзисторах вообще в принципе да и транзисторные можно рассмотреть только под металл такой какой-то быстрый потому что вот лампы усилители они металл могут играть но не так хотя вот какой-нибудь киндаймон поет так как ни на каком транзистор ники не поет но в целом для хэви лучше трэш металла да ну вообще для хэви металла я бы советовал опять же не биполярные а только мосфеты а то там не хватит густоты вот этой самой грудной который на лампе более чем много вот о том уж и вообще класс d ну какой-нибудь крейтер на классе d на имя а 07 вообще офигенно будет просто очень быстрый там есть тембоблоке в а7 про вот добавил низов если надо вверх скорость там бешеные класс d а вот все прямо так вот чистенько быстренько и класс d он же любит компрессированные записи он компрессированные записи вообще лучше всего расклад если какой-то класса b дешевенький он в компрессированной записи кашу делает он перестает понимать вот эти малюсенькие разницы в уровнях да то в классе d вообще без разницы могут эта компрессия наоборот как это самая родная его сфера и класс d шибашит своими вот этими вот переключениями транзисторов только так еще лучше получается поэтому для трэш метал спид металла и так далее тут мне кажется класс d как раз бы больше зарулил вот денег особых не надо потому что там информация какой-то великой в этих записях нет там все и гитар мало опять же то что скорость барабана там несколько молотушек может быть это опять же это про скорость это не про какие-то вещи вот что же касается опять скорости то как ни парадоксально вот классика как раз звучит на лампе потрясающе хотя там гигантское количество вот этих всяких скрипок виолончель там всего подряд но все так масштабно все отлично слышно великолепно и просто куча звуков которых на транзисторе нет на любом транзисторе то есть можно любой модель взять там не будет таких звуков части звуков не будет то есть грубо говоря в чем глобальная разница лампа усилитель и транзистор усилитель любой транзистор вообще любой любую любого класса а разница такая что вот мы берем скрипку да вот вы представьте ее пообкусали по звуку упростили вот это транзистор а включили ее полновесное со всеми абертонами со всеми нюансами как должен быть это вам вот и все и представьте теперь вот какой-то камерный коллектив небольшой такой да где небольшое количество инструментов но каждый инструмент показывается в полном весе в полной своей гамме палитра вот музыкальной это просто как феноменальное ощущение тем более там такой масштаб такая атмосфера сразу создается вот и потом вы включаете обрезанные вот эти вот выхолощенные дистиллята какие-то да там просто ну не дистиллят скажем выхолощенные звуки дай и что мы там получаем мы ничего не получаем ну выхолощенный звук ну послушайте дар стрейц чё там слушать и ело поэтому они их что на дешевом усилителе звучат что на дорогом усилителе звучит потому что там нет информации к с которой можно работать да там все классно все сделали все красиво но информация это минимально вот как было заложено все четко грубо говоря обрезана такая заготовка вот такую заготовку везде и выдается поэтому в основном все так и играет и оно лучше не заиграет но оно такое в общем то а когда мы берем какой-то джазовый коллектив а лучше вообще живое исполнение какая там феерия оттенков невероятная а вот и все ему сразу проваливаемся в эту музыку и понимаем насколько музыка богата на разные нюансы вместо после выхолощенного какого-то стерильного такого саунда в общем друзья на этом я завершаю какие-то более полноценные обзоры я смогу сделать когда здесь вот повешу уже телевизор и включу всю эту технику конечно сделаю обзор на и кино mc300c конечно посравнивая с mc100b который мне очень нравится вот так же я напомню что у меня есть каин мт-45 и в общем все эти аппараты безусловно великолепно не рассказывает что них подарили там и так далее но это полная чушь в общем друзья всем пока подписывайтесь на youtube канал подписывайтесь на бусте и до новых встреч